Добрый день! Линейка Ремохобби 16 масштаба, по сути говоря, между собой особо ничем не отличается. Это одно шасси с разными хромами бамперов и различными кузовами. И если нам надоел наш базовый S-Max, легким движением руки мы можем превратить его в любую другую машинку этой линейки. Путь-то будет Rocket, Dingo, либо S-E-V-R. Для этого нам понадобится приобрести всего несколько элементов и полностью машинка преобразится. Давайте возьмем нашего монстра S-Max и переделаем его в трагу S-E-V-R. Для этого нам понадобится изменить передний бампер, он другой по форме, хотя в принципе можно оставить и старый. Задний бампер мы заменим на вилибар, крепление кузова заднее заменим на крепление спойлера, добавим спойлер и в принципе все. Понадобится нам 2-мм отверточка. Для начала снимем вот это крепление. Откручивается 2 винта. Она вынимается и ее убираем. Берем запчасть P2523. Это у нас крепление спойлера. В те же штатные места, на те же 2 винта мы его прикрутим. Прикручиваются они с другой стороны. На самом деле здесь нужно прикручивать не на 2 винта, а вообще на 4, но он с двумя также будет держаться и очень крепко. Если есть необходимость, то можно также просто докупить вот эти 2 винтика. Цена вопроса там еще примерно 120 рублей. Готово, держится и очень крепко. Дальше меняем задний бампер, 2 винта сверху. Два винта получается у нас здесь находятся. Держат они у нас ось. Теперь бамперы потихонечку вытаскиваем. Он вытаскивается вместе с осью. И соответственно нижние 2 рычага, они также будут вылетать, поэтому мы их придерживаем. Есть, аккуратно ставим, ось вынимаем. Готово. И берем вилибарчик, артикул P2551. Так, прикидываем, что вот так у нас будет стоять. Сначала одеваем эту ось. Вдеваем, получается, в нижние рычаги. Проверяем, чтобы ось вот здесь, где сужение теки у нас находится, там есть пазы. Смотрим, чтобы она туда попала и плотненько села. Потом уже винтами, когда будем закручиваться, она подожмется. И соответственно прикручиваем все четыре винта обратно. Два вот здесь сзади и два, соответственно, сверху. Так, в принципе, сзади части мы закончили. Теперь переходим к передней. Передний бампер у нас немного отличается от S-Max. В принципе, он и по размеру, и по креплению идентичный. Отличия просто декоративные. Ну, чтобы уж полностью перевести машинку на новую, его также заменим. Здесь у нас установлена подсветка, поэтому нам понадобятся вот такие щипцы, потому что здесь пластиковые хомуты. Их мы, соответственно, уберем. Лампочки здесь просто вставлены, поэтому с внешней стороны просто чуть-чуть нажимаем, они вылетают. И, в принципе, аналогично с задним бампером откручиваем два винта сверху и два винта впереди. Аналогично вынимаем передний бампер, аккуратно придерживаем нижние рычаги, потому что нужно будет вытащить вот эту ось. Соответственно, меняем расположение этой оси, то есть вытаскиваем из бампера, убираем. Берем новый артикул, у него P2550, вставляем и точно так же прикручиваем обратно. В стандартном бампере S-EVR также есть отверстия под подсветку, поэтому просто вставляем их обратно. Провода необходимо будет немножко подтянуть. В дальнейшем здесь их также можно зацепить хомутиками, чтобы они не болтались. В принципе, вот так ровненько они лежат. На последний штрих необходимо установить спойлер. Спойлер у нас идет под артикулом P2554 и нам нужно будет еще дополнительно две клипсы. Ставим, соответственно, спойлер. Фиксируем. И, в принципе, последний штрих. Устанавливаем корочку. И, в принципе, все. Теперь у нас новая моделька. Был S-Max и стал S-EVR. В принципе, конечно, можно было не заморачиваться с заменой бампера переднего, потому что особо они внешне не слишком уж отличаются. Если вы захотели, в принципе, обновить модельку S-Max и решили установить там спойлер, можно просто убрать вот эту вилочку, вот эту часть, заменить, соответственно, на крепление спойлера, установить спойлер. И даже сам кузов не обязательно приобретать. То есть из всех этих запчастей, в принципе, данная стоечка стоит средне 120-150 рублей. Бампер, там, где же 150-150, ну, корка может стоить там от 500 до 700 рублей, в зависимости от рыночной ситуации. В принципе, по передней части не особо ничем не отличаются. Отличие будет именно в задней части. То есть у них здесь срез идет больше и есть, соответственно, вырез под крепление спойлера. В принципе, можно взять ножницы и на S-Max просто аккуратненько вырезать это отверстие и, в принципе, установить сюда. И будет у нас моделька S-Max просто со спойлером. Нравится вам вот этот внешний там вилибарчик. Его можно также отдельно приобрести. Цена вилибара, по-моему, в пределах там 200-230 рублей. В принципе, если там вместе с кузовом менять, то получится там чуть больше 1000 рублей. И полностью обновляем нашу машинку под новый дизайн. В принципе, все. Надеюсь, видео было полезным. Так что смотрите, выбирайте, оценивайте. Всего доброго!